Приветствую вас, дорогие братья и сестры, на библейском портале Экзегет и сегодня вспомним святых Бориса и Глеба, удивительных страстотерпцев нашей древнерусской истории. И я прямо скажу, что вот уже тысячи лет, а мы все продолжаем их любить, и русский человек вот с каким-то особым трепетом, с особым благоговением относится именно к святым Борису и Глебу. Были разные святые, и князь Владимир, Ольга, святые Федор, Иоанн, Варяги, которые первые мученики, но вот первое наибольшее почитание, вот как только-только появляется у нас церковь православной Руси, вот самое первое почитание именно Борис и Глеб. То есть в каком-то смысле, хотя до них дожили святые, но их почитание становится самым первым, как вот святые русской земли, как покровители русской земли, и они даже наиболее любимые. То есть вот русская душа, она как-то вот сразу улавливает что-то подлинное, что-то наиболее такое вот чистое, вот это их безлобие, кротость, и объяснить рационально это невозможно. Это вот как таинство страдания Бориса и Глеба, а таинство, оно преображает душу. Если ты не готов к таинству, то таинство тебя не преобразит. А вот если ты сам духовно восходишь, ты сможешь самым сердцем уразуметь смысл и силу этого таинства. И вот тут надо понять, что Борис и Глеб, они как бы, вот в чем их подвиг? Ну, давайте тогда мы уже вспомним немножко, собственно, их жизнь, ведь сохранилось от 11 века уже несколько повествований, то есть это не поздние, это достаточно ранние повествования тех, кто еще их помню, там вот уже даже три таких было повествований в 11 веке, и они не были какими-то слабаками. Более того, Борис на тот момент у него была великокняжеская дружина, то есть своя дружина собственная и дружина его отца. А в чем же тогда суть? А вот сейчас мы скажем. Борис и Глеб это вот младшие сыновья и в семье Владимира, ну, помните, что до крещения он был, конечно, как язычник такой многоженницы, от разных жен рождались дети, и, конечно, вот Борис и Глеб некоторые впоследствии пытаются как бы обосновать, что они от царевны Анны, той самой византийской, да, сестры византийских императоров Василия Константина, который, с ней такой законный венчанный брак, и вот они как бы ее дети, поэтому они как бы венчанные, в венчанной семье рождаются, но все-таки ранние источники это отрицают, то есть они от болгарни, ну, правда, Болгария как раз была уже православная христианская семья, и, возможно, там была взаимосвязь какая-то вот с царским родом, трудно вот это доказать, но в любом случае, чисто вот по рождению они не имели никаких преимуществ перед другими старшими братьями, которые рождались там от различных жен, ну, до крещения от различных жен князя Владимира, и поэтому, когда выделялись уделы, то Борису и Глебу не даются такие вот значимые уделы, и Борис, он направляется в Ростов, это удивительно, вот на такие дальние расстояния, северо-восток, получается, Древней Руси, но и эти места надо было просвещать, а Ростов вообще очень тяжело принимал крещение, и Борис, он уже тогда не был склонен к тому, чтобы вот как-то вот жестко проповедовать, да, вот настаивать, и его кротости смирения, это характерный для него и для Глеба черта, поэтому, конечно, не очень успешно шла тогда проповедь, но самое главное, что сам Борис в самом себе уже являл такой вот Евангелие, осуществленный в личной жизни Евангелие, а Глеб, Глеб был направлен в Муром, и тоже Муром такой закоренелый языческий был край, его даже не пустили внутрь города, он вынужден был, и те, кто сопровождали вот дружины, построили для него княжеские дворы за городом, потом впоследствии там, конечно, и храм, и еще там одно место, где возник Борисоглебский монастырь, и там сейчас, кстати, тоже собирают чудеса по молитвам святых Бориса и Глеба, и вот мы знаем, что в последние уже годы жизни князя Владимира, когда, ну вот он уделы разделяет, и понимаете, одно дело приняли крещение, другое дело, насколько ты воспринял благодать крещения, насколько ты стараешься жить по Евангелию, и вот уже некоторые старшие братья, они присматривают как бы себе получше какой-то кусок, стремятся к каким-то вот таким более выгодным местам княжеским, и мы знаем, что святополк еще за два года до кончины князя Владимира уже поднимал мятеж, а Владимир, он крещеный, он как раз благодать-то всем сердцем воспринял, и он не хотел его строго наказывать, мятеж устранен, там на какое-то время заключили святополка, но Владимир не собирался его вот как-то жестко наказывать, а потом и Ярослав, кстати, Ярослав Мудрый, он тоже перестал платить, он сидел в Новгороде в это время, но Новгород был в принципе неплохой город по положению политическому, но он отказался платить налоги, пошлины в Киев, и князь Владимир думал даже выдвигать войска, и вот то есть мы видим, что некое вот идет уже между братьями, их там около 12 даже было, ну 7 точно, но вот может быть даже до 12 источники там в этом отношении мало дают нам информации, и возможно была вот предполагалась даже такая вот попытка как бы с помощью военной силы подтвердить власть князя Владимира в Киеве, но 1015 год это как раз год кончины, земной кончины князя Владимира, и что получается, что уже при нем жил святой Борис, и Владимир очень любил Бориса, и вот понимаете, видимо за что, и это вот проглядывает в тех как раз источниках, то есть были прекрасны, там и Святослав, там и Мстислав, вот Ярослав, которого прозвали Мудрый, другие князя, но Борис и Глеб, они видимо выделялись такой особой кротостью и послушанием, то есть никакого своей корысти, ничего себе, да, и слушали своего отца, поэтому, ну Борис чуть постарше, чем Глеб, и вот Владимир приближает к себе именно Бориса, и когда на юге опять появились печенеги, там регулярные были нашествия со стороны печенегов, да и разных кочевых народов, то он отдает свою великокняжескую дружину именно Борису и направляет его, то есть ни Ярослава, ни Святополка, там, ни Судислава, ни Мстислава, никого другого, а именно Бориса направляет, и это говорит о чем? О том, что князь Владимир, вот его как бы рассматривает как продолжение себя, и поэтому, когда умирает князь Владимир, то естественно, что Борис, он оказывается под ударом, он не нужен своим старшим братьям, понятно, что там вот писалось различные такие вот впоследствии исторические составлялись описания, как чего, но и вряд ли-то Ярославу Мудрому он тоже был нужен на тот момент, то есть он как бы не удел, а Борис сам он что? Вот он едет с войском против печенегов, печенеги, узнав о приближении русского войска, убегают, и Борис не находит с войском, это еще о чем говорит, что Борис не был слабаком, он был сильным, мужественным, он молодой, конечно, там около 25 лет ему, но он едет сражаться с печенегами, а да при нем вот эта великокняжеская дружина не находит и проворачивает назад, возвращается, и вдруг он получает известие, известие о том, что князь Владимир отошел ко Господу, и что святополк, который как раз в это время находился в Киеве, он быстренько сообразив, захватывает княжеский престол, он начинает одарять бояр, чтобы они к нему были расположены, чтобы все считали его, вот так сказать, вот за главного преемника, и именно киевского князя, то есть главного князя, и вот это известие получает Борис, но одно дело воевать с печенегами, те захватчики русские, а этот ведь старший брат, и Борис принимает такое решение, что я всецело вот приму как законного князя того, кто и сейчас воцарился. Дело в том, что если посмотреть, как воцарялись в той же Византии, вот императоры, как на Руси неоднократно какая пошла борьба за великокняжеский престол, и потом вокруг царского трона какие разгорали страсти, то, понимаете, правды вы никогда не сыщете, кто там справедливо вошел, а кто несправедливо, потому что политика все-таки дело грязное, и все время идет какая-то борьба, какие-то интриги, зачастую устраняются конкуренты или предполагаемые конкуренты, и вот Борис, он не хочет вариться в этой злой каше. Вот в чем исток его святости, не просто в том, что принял смерть, а он хочет быть как бы выше этого. Ну, кто там воцарился, святополк, хочешь не хочешь, он старший брат, и вот руку на брат он поднимать не хочет. И, конечно, святополк не был настроен принимать своих братьев, то есть, когда вот злой человек и лукавый, и коварный, то он думает, что все остальные тоже они лукавые, коварные, хитрые, и поэтому он заранее как бы пытается их устранять. Вот, ну, а ведь при Борисе дружина князя Владимира, самая сильная дружина на тот момент, и дружина ему говорит, ну, давай мы вернемся в Киев, и мы просто-напросто прогоним этого святополка, святополк-узурпатор. И дружина говорит, а дружина это ведь кто? Это наемные варяги, это викинги, воины опытные, они поддерживают Бориса как законного, по их мнению, преемника, и говорят, давай вернемся, и мы его с легкостью победим. То есть, дружина Владимира, и при этом своя еще дополнительно дружина Бориса. Но святой Борис, он поэтому и святой, говорит, нет, я не хочу кровопролития, если мы пойдем войной, то погибнет много людей, а ради чего? То есть, вот эти вот склоки, они ничего не давали Руси. Вот если посмотреть даже историческую перспективу, вот они друг с другом делили эти уделы, захватывали города, потом отдавали, вступали то в одни союз, то в другие, дробились, сражались. Чем это закончилось? Монголо-татарским нашествием. То есть, ничего хорошего в усобицах этих, в разделениях, а тем более в сражениях против родных братьев нет. И вот Борис дает такой кроткий ответ, нет, я не буду воевать против братьев. Тогда дружина предлагает второй вариант, ну хорошо, ты оставайся здесь, мы сами пойдем, мы все решим сами. А он-то понимает, что все равно получается он инициатор этого движения, и опять будет проливаться кровь, и в полу войны пострадают невинные. Ну, там же будет и мобилизация кого-то, а те-то вообще не хотят погибать, и все равно невинные пострадают. И что же тогда это вот за святая Русь, да, которой только положено начало, что же это вот за церковь? Все приняли крещение, а живут как язычники. И Борис говорит, нет, я не хочу поднимать вот руку на брата все равно, потому что, ну, конечно, это вот литературные потом сказания, говорил он это или не говорил, большой вопрос, но дух был именно таков. Он выражает слова Священного Писания, что кто говорит, что любит Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, и нет в таком любви Божией. И вот Борис, это действительно была такая вот чистая невинная душа, которая, ну, она была, конечно, вот не для этих политических перипетий, не для того, чтобы выяснять отношения с братьями. То есть он как бы вне этого, он над этим находится, он посвящен всецело небесному миру, и вот за это его любили как раз русские люди. И он не хочет вот проливать кровь брата, почему? Потому что он любит Бога, да и брата он любит, он скорбит о злодеяниях святополка, но не хочет выступать здесь каким-то земным судьей, и мы знаем, что со временем промысл Божий, он все расставляет на свои места, и кончина святополка в итоге, она была очень-очень плачевной, а память его, ну, погибнет с шумом, как говорили в древности. Ну, конечно, память не погибла, но память осталась очень и очень скверная. Ну, а дружина-то что? Ну, раз так, зачем нам такой князь, да, он в данном случае уже не как воин, мы хотим там повоевать, пограбить, поэтому дружина его оставляет. Вот происходит такой роковой момент, что князь Борис остается без своих воинов, и все его покидают, он продолжает продвижение, вот на реке Альте находится, с небольшим количеством своих слуг, и тут он прекрасно понимает, что его ждет, что, видимо, когда вот все хотят враждовать друг с другом, то вот это пламя просто попалит его, а его позиция какая, что, ну, как сейчас мы прекрасно понимаем, костер невозможно потушить бензином, если ты будешь бензином пытаться потушить костер, то пламя и тебя самого попалит, и вообще разгорится какой-то страшный пожар, поэтому ненавистью и злобой вражду прекратить нельзя. И вот он всецело обращается к Богу в молитве, а наступает как раз воскресный день, и он молится вечером, молитва совершается в ночь и утро, и там служилось заутренне фактически, но про присутствие священника мы не находим, и там он сам как бы читает, то есть читает шестопсалми, в частности, вот некоторые, то, что относится к утренне, и молится, и при этом, конечно, вот те древние сказания, они в том числе передают и его человеческий характер, что он понимает, что ждет, и он трепещет, и молится, чтобы в этом страхе обрести силы. И вот послышался какой-то злобный шорох вокруг шатра, в котором вот они молились, и он приходит в трепет, но все равно продолжает молиться. А получилось что? Действительно, вот этот вражеский отряд, наполненный этими подлыми, лукавыми людьми, подбираются к шатру, слышат молитвы, и что-то им препятствует ворваться сразу. То есть вот богослужение как будто выставляет некий такой вот заслон, духовный заслон, и они не могут переступить, и, ну, может быть, и такой психологический как бы страх, да, что люди молятся к Богу, действительно, никто не встречает их с оружием в руках, и трудно перешагнуть через самого себя, чтобы убивать ни в чем не повинных. А может быть, это просто было действительно такое благодатное действие, то есть чудо Божие. В общем, они поначалу не решаются, но потом вот он молится, и настает все-таки момент, когда они врываются в этот шатер, несколько вот разных описаний, что происходит в любом случае, он помолился перед этим, и когда они уже с оружием врываются туда, то его заслоняет, святого князя Бориса заслоняет его верный слуга, который не бросил его, не предал, не оставил, это был венгр, там в некоторых источниках по имени Георгий, он заслоняет своим телом, и он первый принимает эти удары копий и мечей, когда они убивают его, то они уже начинают наносить раны копьями князю Борису, а он произнес, что вот завершайте то дело, ради которого вы пришли. И думая, что он уже мертв, его тело оборачивают в пелену, кидают в какую-то телегу, везут Киеву, видимо, для того, чтобы показать заказчику этого убийства. Ну, а там что, вдруг оказалось, что он не умер, и они услышали стоны, то есть он был тяжело ранен, но не умер. И тогда два варяга добивают его своими мечами. Вот так окончил жизнь святой князь Борис. Его похоронили рядом с церковью в Ижгороде. В Ижгороде это город вообще был князем Владимира, он примерно в тех местах как раз и родился. Он там построил церковь во имя своего небесного покровителя. Владимир был кричен в честь святого Василия Великого, и церковь посвящена была святому Василию вот возле этого храма, и похоронили его любимого, самого любимого, потому что послушного, кроткого сына Бориса. А дальше что? Ведь есть еще и Глеб, который был сподвижник Бориса, который тоже любим князем Владимиром. И там вот некоторые описания, откуда как он передвигался, это вот не так важно. Важно то, что его настигают недалеко от Смоленска. А Глеб, он ведь был совсем юный. И вот он уже от Ярослава, кстати, получает известие, приходит письмо с гонцом, и Ярослав предупреждает, чтобы он не ехал на встречу со святополком. Тот и святополк приглашает и говорит, что вот будет тебе чести больше, чем даже при отце твоем, будешь за любимого брата у меня. Он доверяет, но Ярослав присылает письмо, которое говорит, что святополк задумал страшное, и Глеб все равно едет, передвигается. И вот, ну, поначалу там на лошадях, и даже там, конечно, это немножко такое полусуеверное, вот сохранились такие вот описания, что поначалу они скакали на лошадях, и вдруг конь под Глебом споткнулся, это восприняли как дурной знак, после этого уже плыли на ладьях, и враги как раз встречают их тоже на ладьях, вот там, где как раз был такой приток Днепра, Смядынь, потом пересохшее вот это место. И Глеб, он основную свою дружину тоже отсылает как бы к берегу, чтобы никто не пострадал, и он надеется еще поначалу на какое-то мирное решение вопроса. Но те, кто приплыли к нему, вот эти жестокие воины, они ехали не ради мира, и в некоторых источниках там даже описывается, как вот он вроде бы поначалу даже просит пощадить его юность и пытается объяснить, что никакого зла он не держит, на брата ничего не замыслил, но в конце он все-таки говорит, что если же вам все-таки угодно убить, то я принимаю это, и делайте то, что вам угодно. То есть вот это вот безлобие и кротость, она выражается в том числе и в его вот этом удивительном подвиге. Ну и там, конечно, когда вот описались эти сказания, там, конечно, много, может быть, литературно-художественных оборотов. Там, например, цитируется тоже князь Глеб, он говорит, что есть уже не убийство, а сырорезание, то есть резание по-сырому, вот когда режут живых животных в какой-нибудь живодерне, да, и а что произошло-то ведь, и почему такие слова мы читаем в этом произведении? Да потому что убийцы, которые, вот эти посланники святополка, они повелевают повару из свиты князя Глеба совершить убийство, то есть нашелся такой вот какой-то тоже подлый человек из его слуг, который, если в случае с Борисом слуга с собой загораживает князя, да, и первым принимает удар, то здесь наоборот, здесь вот этот вот вроде бы слуга, повар, который готовил пищу, да, который ножом резал продукты там, или что он приготовил, вот ему поручают и говорят, подойди и зарежь своего князя, и действительно вот этот подлый человек, повар, имя там даже его приводится, мы не будем его вспоминать, он подошел и перерезал горло юному князю Глебу, вот так он тоже принимает эту жуткую кончину, его тело выбрасывают где-то здесь же, просто чтобы съели дикие звери, но тело осталось нетленным, и пролежало оно там четыре года, и те, кто ходили теми местами, неоднократно видели свет над этим местом, то есть вот этот божий, нетварный, благодатный свет, и впоследствии там источник, источник почитается как чудотворный, многие получали исцеление, а почему четыре года пролежало? Да потому что четыре года еще шла война, Святополк убил еще одного брата Святослава, но тот пытался как бы воевать, поэтому, конечно, как бы героизм не отрицается церковью, но это не повод для канонизации, то есть это некие заслуги в земном, а вот земное и небесное не одно и то же, и Ярослав Мудрый, он сражается, иногда он терпит поражение, потом побеждает, и в конце концов Святополк где-то там уже далеко от Родины погибает, и тогда уже по прекращению вот этой смуты Ярослав Мудрый повелел отыскать тело Глеба, его обрели, удивительно, оно сохранилось действительно нетленным, и его хоронят вместе с его родным братом Борисом в Ижгороде, рядом с церковью в честь Святого Василия Великого. Потом при уже Ярославе Мудром, может быть это уже даже какие-то вот 20-30-е годы 11 века, то есть прошло там не более 10 лет, специально для них строят деревянный храм, туда переносят их мощи, и таким образом уже тогда было почитание, и люди именно их ценили. А почему ценили? Ну потому что, когда смотрят на князей, те все время воюют, там какие-то вот подлости, какие-то там какая-то злоба, да, агрессия со всех сторон, а тут вдруг какая-то ангельская чистота и кротость по образу Христа. Вот как Господь Иисус Христос, он как Агнец чистый восходит на крест, да, вот так и Борис и Глеб по его образу принимают скротостью страдания, совершенно беззлобием и безгневием, то есть в своих сердцах они побеждают все дьявольское. И вот вы же знаете, что рядом с Господом два разбойника были распяты, и один он все время роптал. Вот если ты Сын Божий, спаси себя и нас, то сними с нас этого креста. А другой оказался благоразумен, потому что он принимает страдания как заслуженные от Бога. И поэтому он первым вводится в рай. И вот это вот принятие страданий, как Божьего креста, потому что все мы грешные, должны мы понести какие-то страдания, это вот и есть, может быть, один из, может быть, это и есть самый правильный путь отношения вот к нашим земным невзгодам. И, конечно, Борис и Глеб, вот в земных позициях кто-то скажет, что, ну, вроде они там проиграли. Ну, а кто выиграл? Выиграл Святополк? Или, может быть, братья, которые там воевали? Ну, повоевали, пожили, немножко ушли. А вот Борис и Глеб, они продолжили и на небесах, и даже здесь, на земле, являть свою небесную помощь. Мы знаем, как они явились перед битвой на Неве, когда Александр Невский готовился, да, и вот один из воинов, он был вообще старостой, отвечал за там сторожевую охрану, воин пил гуси, он был крещеный, православный христианин, и ночью он видит, как плывут на ладье Борис и Глеб, это ведь уже 13 век, и Борис говорит, брат Глеб, вели грести, поможем сроднику нашему Александру. И это видение было передано святому князю Александру Невскому, потом мы знаем победу, да, и также есть известие, что и перед Куликовской битвой они тоже являлись. То есть, кстати, вот если до того времени они почитались просто вот как целители, то потом они становятся покровителями в том числе и воинства русского, святые Борис и Глеб, потому что они помогали нашим воинам. Вроде бы сами они так вот беззлобно принимают смерть на земле, но в них побеждает чистота, истинное добро, смирение. Те добродетели, которые возводят людей на небесах, а будучи на небесах, они помогают тем, кто совершает свой подвиг на земле. И вот общерусское почитание, видимо, когда уже началось, 1072 года, когда на месте деревянного храма, там вот решили построить уже каменный храм, и сыновья Ярослава Мудрого, Изяслав, Святослав и Всеволод, они обретают мощи святых Бориса и Глеба, и все удивились, что прошло вот столько десятилетий, а мощи по-прежнему нетленные. Они светлые, как бы сияющие. Когда обрели мощи, то в храме распространилось благоухание. Вот такое бывает. Многие свидетели, даже один раз Господь меня тоже сподобил, почувствуют, что от святых мощей, мощи угодников, бывает, раздается особое благоухание, которое неземного происхождения. И для греческого митрополита, который в то время был на Руси, поначалу из греков ставили, для него это было удивительно, потому что он не ожидал, что Русь, которая вот недавно крещена, что в ней такие удивительные святые окажутся. И тут же вот происходят какие-то исцеления, какие-то вот чудеса. И полагают мощи их вот в этой каменной церкви в Ижгороде, и уже общерусское почитание. Ну, а потом проходит, что еще сколько-то времени все князья там враждуют, враждуют, воюют друг с другом, и приходит полчища монгола-татар, а в 1240 году разрушен Киев и разрушен Выжгород, и храм, где покоились мощи святых Бориса и Глеба, тоже разрушен, мощи их утрачены. И пытались несколько раз их впоследствии обрести, найти, но эти попытки не увенчались успехом. К сожалению, так не всегда нам удается сохранить, потому что мы сами живем не так, как жили святые Борис и Глеб. Конечно, кто-то вот скажет, что ну нет, вот надо было по-другому. Ну, кто хочет жить по-другому, пожалуйста, никто не мешает жить по-другому. Но когда человечество превращается вот такое в полчища разъяренных зверей, которые грызут друг друга, выплескивают злобу, которая живет внутри, в сердце, иной раз вот посмотришь какое-нибудь видео, да, и под ним комментарии, то есть видео, допустим, посвящено какой-то теме там, или дискутировали, даже просто духовной теме, а в комментариях люди подчас вот такую злобу из себя выплескивают, что просто ничего Божьего там не наблюдается, и с кем вот эти вот люди, и вот души этих людей оказываются, кому они служат, и чей дух они стяжали. Духа Божьего здесь явно нет. А вот святые Борис и Глеб, они через вот свою кротость и смирение, они очень многих русских людей обогатили, обогатили духовно. И, кстати, все последующие князья, да, воевали, да, там, сражались, но понимали, что вот все-таки Борис и Глеб, это вот действительно высота, вот мы враждуемы там, дели уделяем, но мы мелочные. А вот Борис и Глеб, да, для нас это вот действительно уровень, вот мы не дотягиваемся до него, стали называть их именами своих детей, Борис и Глеб, или Давид и Роман, в крещении были их имена. Вот эти четыре имени потом фигурируют в княжеских родах, достаточно часто вспоминая именно святых страстотерпцев, и все прекрасно понимали, чувствовали, что вот подлинная небесная высота, она выражается именно подвигом святых Бориса и Глеба. По их молитвам Господь да помилует нас, и да поможет нам хотя бы немножко стяжать вот дух смирения, кротости, любви, через что только и можно преображать наш погрязший в грехах мир. Святые Борис и Глеб, удивительные чудотворцы наши, молите Бога о нас. Аминь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.